друзья всем привет это канал moto sancho у нас новый день а заботы все старые я на сегодня наметил для себя дотереть и до готовить к покраске все железячки всю эту мелочевку и постараюсь сегодня же все это и покрасить начался день неожиданно сегодня мне утром где-то в 9 9 небольшим позвонил мой подписчик николай из города псков он собирался как-нибудь приехать ко мне в гости и вот звонит горит санчо я прошел границу проехал уже так что буду у тебя сегодня я спросон я вообще не соображаю так проехал границу значит осталось 40 километров до меня скоро приедет надо вставать пока встал умылся потом задумался псков псков ведь у нас находится от нас на севере и прошел он границу где-то в районе витебска витебскую область только въехала значит ему еще пол дороги значит будет где-то к обеду ну а пока направляюсь на строительный рынок за наждачкой которая у меня вчера закончилась и необходимо домой еще прикупить лампочки хочу купить светодиодных лампочек в комнате повесить в люстры все-таки экономнее радует что строительный рынок от меня тоже совсем недалеко находится в принципе минут 78 неспешной ходьбы и в этом плане очень удобно и авторынок близко и строительный вокзал тут же под боком иногда возникают мысли что было бы здорово жить где-нибудь за городом чтобы речка рядом лес и соседей никаких но потом так задумаешься что любая покупка вот надо купить тебе какую-то деталь ушку или какие-то расходники и это уже превращается в проблему необходимо сесть в машину ехать в город искать потом возвращаться назад и ради какого-то копеечного дела можно потратить кучу времени погода как видите у нас сегодня пасмурная но при этом достаточно тепло тут меня ребят поджидала небольшое разочарование оказалось что на весь строительный рынок нет наждачки мельче чем 120 а 120 это слишком крупно оставляет глубокие царапины поэтому придется сейчас пройти на авторынок к автомалярам и закупиться наждачкой там но зато купил лампочки все таки сходил не зря встречаются в нашем районе и достаточно богатые дома все так солидно и причем заметил чем тише улица чем более глухой район тем богаче дома на ней стоят кстати обратите внимание это улица лещинского центр гомеля здесь еще лежит не знаю брусчатка это или булыжная мостовая я не знаю сколько и лет но сколько себя помню она здесь лежит и ничего с ней не делается в отличие от современного асфальта и снова бакунинский авторынок что-то я этой весной сюда зачастил вернулся я не с пустыми руками у нас теперь есть наждачка купил метр двести сороковой метр четырех сотой и один листик шестисотки на будущее пускай будет шестисоткой можно запиливать потеки какие-то очень мелкая тонкая наждачка можно потек аккуратно срезать потом тысяч на его шлифануть и полировочной пастой затереть так что его даже видно не будет не надо будет случае чего перекрашивать ну а тут у нас висят наши детали краска отлично высохла действительно на ощупь шершавая очень приятная ну будем надеяться что она будет хорошо держаться не не будет сцарапываться и скалываться хорошо ладно пойду сейчас переоденусь и займусь остальными железками все открашенные детали я снял и аккуратно уложил на лакированный стол ну а себе подготовил рабочее место все что нам сегодня надо дотереть и хотелось бы конечно покрасить и запас новых наждачек погнали так ребят приехали к нам гости александр я я не с я не с ребята приехали из города горки александр мой подписчик привез подарочков вот сидим общаемся пьем кофе и тут слышим музыка на улице заиграла громко-громко что-то там происходит вот кстати танюшку вам покажу у танюшки сегодня рабочий субботник я сейчас ворота буду открывать него артема запустить надо тема заезжай приехал артем дело в том что мы еще в прошлую субботу договорились что я ему помогу обслужить голдвинг я закрываю закрываю да 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 дома дорог заходи будь как дома кофе будешь спасибо что заехали за теплый за давай поступишь заскакивай совсем замотался чуть не забыл ребятам дать стикеров может мы закладку там сделаем у нас ну смотрите сами это уже вам решать так ну что ребята поехали а мы начнем заниматься обслуживанием голдвинга артем привез дистиллированную водичку антифриз концентрат масляный фильтр масло нормально для урала подошло бы но жидковато так есть у нас тормозуха и воздушный фильтр самая главная деталь мне иногда кажется что собственно весь голдвинг строят вокруг воздушного фильтра где-то там на конвейере закладывают сначала фильтр а потом он едет и постепенно вокруг него строят мотоцикл потому что установлен он где-то вот здесь между рама и двигателем нет где-то он вот там только вглубь и добраться до него это целый квест ну что где-то час прошел как видите количество железа у меня серьезно уменьшилась здесь я складываю то что у нас уже очищена и давайте посмотрим чего же добился артем ну вот собственно голдвинг в разборе как вам это зрелище это вам не то что урал все доступно и все легко покупайте honda есть вот компоновка до воздушный фильтр поменять полдня работы пока все это разберешь пока соберешь а если не знаешь как этого делать то вообще тогда весело ну-ка погазуй вот можем сравнить старый фильтр и новый новый такой же здесь что у нас маленькие какие-то мошки комары а новый прям новый красивый красота осталось только собрать все это чудо в общем мы решили сэкономить на антифризе и разбодяжили артему марганцовки немного как раз цвет голде подходящий сейчас нальем полный бачок все я наливаю работай продолжается наш день продолжаем мы обслуживать голдвинг я свое железо потихоньку зачищаю практически все у меня уже готово к покраске только что пообедали сидим отдыхаем и честно говоря начинаю уже волноваться насчет того где же пропал николай который едет из пскова он отписался наверное часа три назад что он проехал могилёв прислал смс-ку и тишина до могилёва 180 километров возможно где-то остановился может обедает ну пока ждем пока ждем приехал приехал николай заезжай у нас тут сегодня небольшой мотофестиваль доехал я до тебя ну да наконец-то доехал я на тебя санька давай дорога ты ничего помаленечку смс-ку отписал что ты могилёв проехал и все и что-то со связью у вас здесь стало уже наверно тебя нету нету да я тут по городу больше мотался сейчас а я ему зеленую карту подаю короче он сразу раз и пошел сразу на номер смотреть ну я раз зеленую карту уже не права документы даю ну да как по россии нас на урале когда останавливали зеленую карту документы а что это за документы так номера что это за номера вы откуда с беларуси как с беларуси на нем на нем да не может такого быть да он же не едет так далеко ну вот и про это тоже чудо инженерные мысли китайской разработки не ну чё рейсеры нормально они бегают у нас в гомеле два рейсера в автошколе работают и там поверь нагрузки я сдавал на рейсере на категорию а я сдавал на рейсер то же самое и все сейчас же я не знаю как у вас у нас вышло получается если ниже 150 кубов то ты получаешь один категорию да только чтобы а один же можешь так получить а чтобы а полноценно это нужно взять на обучиться а категория им есть у вас мобеды мобеды есть и у нас эту сумму лошадь а м ты когда п получаешь можешь автоматом это вот плюс понимаешь это вот и есть плюс что как бы люди некоторые так хоть какая категория у тебя есть вот у нас видишь тоже все так что получается съездив мото санчи я разменяю больше тысячи туда просто на выходные съездить мото санчи меня санька это дорогого стоит поверь мне у меня много чего есть рассказать как твои видео благоприятно сказываешься да у вас чуть чуть больше чего категории покажи покажи в камеру видеть разные разные права меньше категории всего в беларуси в россии ну сколько штуки на 3-4 больше в общем мы тут посмотрели что у коли цепь совсем не смазанная вся ржавая поэтому сейчас его тоже передать металлочку сейчас его тоже обслужим вроде по кругу прошел буди и будей ну и что ребят вы думаете я сегодня что-то успел покрасить нет я только приготовил да зато заготовил уже все железяки завтра покрасить их не смогу завтра у нас праздник религиозный праздник работать нельзя после завтра ну посмотрим как там будет в итоге артема голдвинг мы собрали все прикрутили все поставили на место должен работать рейсер тоже остается у меня пока на эту ночь постоять и мы сейчас отправимся николая устраивать на ночлег он у нас остается в гомеле на часах уже без малого 11 часов вечера вечер такой приятный теплый воздух наполнен ароматами выхлопных газов которые смешиваются с запахом зацветающих вишневых деревьев такой интересный городской такой микс но здорово прогуляться приятно николая я устроил ночевать на конспиративной квартире moto sancho сам сейчас возвращаюсь домой чтобы засесть за монтаж этого видео возможно успею ответить на какие-то комментарии и уже завтра утром в 8 часов утра николай придет ко мне и будет стучать в окно чтобы меня добудиться чтобы в пол девятого он смог выехать в направлении дома ему еще сколько он сказал пятьсот шестьдесят километров или 540 от гомеля до его дома так что дневной пробег для рейсера очень даже неплохой ну молодец вырвался приехал и честно говоря я не расстраиваюсь что сегодня у меня не получилось сделать то что запланировал не получилось все докрасить зато день был наполнен общением с интересными людьми действительно приятно было встретиться поговорить обсудить какие-то темы да здорово я обычно сам в путешествиях наслаждаюсь общением с новыми людьми сейчас даже ехать никуда не надо люди сами приезжают ко мне за что спасибо им громадное ну а на этом пожалуй мы закончим спасибо ребят что были с нами этот день всем счастливо и всем пока